Мы тебя будем приглашать. А я соглашусь. А он согласится. Неужели, как что готовится? Пускай закручивает без проблем, я поборюсь. Если он закрутит, если у него силы хватит. Вы помните, когда первый раз Василий был чемпионом России? Мне кажется, мы еще не родились. 29 лет назад. Давайте еще раз. Мужской гель для душа с феромонами Вальхало от Зиливар. Это максимальный экологичный состав без сульфатов и парабенов. И с натуральными ингредиентами, которые увлажняют и питают кожу. Креатин, гуарана, кератин и коллаген. Ну а брутальный аромат линейки Вальхало уже зарекомендовал себя в спортивном комьюнити. Все ссылки в описании. Ну, очень интересные такие, более-менее, арфайты будут проходить. Василий Кузнецов будет бороться. Дима Кок. Салават Хадыров будет бороться. Много именитых спортсменов на этом мероприятии находятся. Такие, как Виктор Блуд. Денис Цепленков приехал. Ира гладкая, я приехал. Понятно, что выиграл. Как по ощущениям прошел аромат? Даже в силу того, что мне предложили поединок за две недели до его появления. Форма была неплохая, форма была хорошая. Но соперник мне был максимально неудобен. Я думаю, что он для всех максимально неудобен, как соперник. Но справился я с ним. Да, 4-0 выиграл изначально. Потом уже вторые поединки, два такие были у меня уже на расслабоне. Я особо бороться не хотел. Но суть в том, что соперник борется с необычной борьбой. И это для меня очень неудобно и очень тяжело. Посмотрим, как он будет в следующий раз с кем-то справляться. Это того же, будем отталкиваться, какая форма у меня. Смотрел целиком схватку Морозова с Батюшенко? Да, я сидел как раз. Это был последний поединок на данном мероприятии. Я прям видел этот поединок, да. Изначально Батюшенко был посильнее, чем Морозов. Но потом Морозов его переослил, так как у Морозова общая выносливость сильнее, чем у Матюшенко. И за счет этого Морозов смог выиграть Матюшенко. Да, если Ваня был бы повыносливее, то я думаю, что Ваня смог бы выиграть. Но Матюшенко оказался менее выносливее, чем Морозов. И, соответственно, мне нужно будет тоже готовым к поединку с Морозовым уже быть повыносливее. А вы вообще когда-то за столом с Морозовым встречались на любительских или где-то? Мы на Сибирьем Пауэршоу два раза с ним стояли, но не встречались, не боролись. Но в то время, конечно, я уверенно держал его. Сейчас он стал намного, конечно, сильнее. Морозов говорит, что верхом не рубиться, а зарубиться в крюк. Ты пойдешь на это провокацию? Ну, пускай закручивает без проблем, я поборюсь. Если он закрутит, если у него силы хватит. Я думаю, Василий Кузнецов, Качалин будет. Они более-менее такие уже профессионалы. И мы там увидим какие-то свои технические моменты. То есть в этом будет как раз и интерес просмотра. Потом, а, Дмитрий будет бороться тоже с профессионалом, с Сутенковым. Это тоже, кажется, будет интересно. Все-таки, когда спортсмен уже технически подкован, у него есть понимание борьбы, всегда интересно. Потому что не пошло так, он попробует по-другому. Здесь вот, конечно, будет интересно. Мы с левой стороны будем подходить к Сейге. Вот на терушке в красном дождевике. Регистрироваться тоже там. Поскольку это тяжело. Подогребаться там, где вам удобно. Все же хотят забороть, все же приходят. Понятно, не, оно накапливается, конечно. И опять же, есть реально крепкие ребята, есть послабее. Но оно вот это вот, в силу того, что много, да, устаешь, конечно. И локоть стираешь, и все остальное. Есть некое мнение, что девочки не борются вообще. Да, все равно потихоньку таешь, таешь, таешь. И потом уже сил ни на кого не хватает. Еще раз, Димон, вот арматура. Вот он. Мы тебя будем приглашать. А я соглашусь. А он согласится. Я думаю, что на левую будет посложнее. На правую уверен. Надеюсь, так и будет. На левой чуть, думаю, сложно будет. Но планирую забрать. Хотел бы на Армвлада выйти. Армвлад? Да. Армвлад, да. История. Он взял порог чуть-чуть, да? В завязке, да. Ну вот в последний месяц я начал чуть почаще бороться. В блоке кисть делать. Пронаться. Ну, просто в конце тренировки начал добавлять специализацию. Пару судьбы, потому что в сторону, да? Ну да, не пару, а... Первый раунд уходит для Шамилю. Так, правая рука я не опознала. Вот так. Шамиль, как уверен, он дал кисть. Да, давайте шоу-мушину, поди! О, Шамиль, это вторая, наверное, уже на правой руке. Алексей... Здесь есть еще. Выберем. И поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, да, подержим, подержим. И... Так Алексей не отдает кисти. Шамиль, что вы думаете, Шамиль? Ух ты, так, это чуть-чуть. Максимально. Пальню, держи! Ой-ой-ой-ой, как поменялось! Как все изменилось, да? Пальню, держи! Выпримем. 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 Гоу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Да, давайте поздравим Шамиля. Левая рука 2-1, и правая рука 2-0. Я очень рад. Я сомневался немного в том, что на левой руке получится выиграть. Но все же, как получилось. Я этому очень рад. На правой я был уверен, честно говоря. На левой были сомнения. А сколько на битсу поднимаешь? Чисто или с читингом? Ну, как тебе? С читингом 150. Ребята, молодцы, хорошо попоролись. Семей, поздравим тебя. Спасибо. Хорошее начало. Уже не первый раз в патрульной поединке. И победа получена, Сибирь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Обязательно! Собственно! Вот! За дружбу, братан! Я даже не могу сказать. Гоу! Кисть! Гоу! Вою! Да! Вою! Пропрямляй! Кисть! Гоу! Опа! Гоу! Ой-ой-ой! Жоришко! Васильеву не жалеть! Надо понять, кто кого... Громче, громче! Ой, хорошо! Ребята, можно начинать! Ребята, кайфуем! Держим мы, держим! Опа! Держимся, держимся! Опа! Привляйй! Привляй! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о! Вот это, шелло! Как они? Как это вообще происходит? Васильев, дергайте. Да-да-да, туда! Не бойко! Ребята, держать, держать! Держать, держать! Василий, держись аккуратно. Василий, держись. Почти, почти. Василий, почти, дадам. Чуть-чуть потерпеть. Вперед. Впереди может быть целых... Василий, внимательно! За стартов касание! Тимон, как тебя? Болею за Василия. Андрей, с уважением. Василий, могу сказать, сегодня дает жару. Попрепляй. Здесь, 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 здесь. Попрепляй! Василий вытянул поединок, поигрывая со счетом 3-0. Сейчас сравнял счет 3-3 и финальный четвертый раунд. Денис Иванович, как вам зрелище? Отлично. В принципе, Василий очень грамотно подошел к поединку. Видно, что Василий, конечно, он уступает Качалину. Подумаем. Он его вот так передержал, потом грамотно с словами. Работает. Этот последний раунд. В итоге, пошел вот старт хороший. То есть, он его раскачал. И что думаете по поводу... Раскачал Качалину? Да, раскачал Качалину, да. Максимально, что есть силы. И теперь очень хорошо работает со старта. А какой коэффициент был на точный счет? Делает свое дело. Побеждает. И сейчас все вместе! Я на грамоте! Со счетом 4-3! Просто невероятно! Со счетом 4-3 выиграли. 4-3 выиграли. Я где-то здесь в крае в глаза. Но пока выиграл в крае в глаза. Видите Лалитина? Лалитин, ты светящий! А на самом деле, это было круто. На самом деле, после первого раунда... Нет, после второго раунда, когда я понял всю мощь Андрея, я уже, на самом деле, немножко так подозр... Немножко так подозр... Искутался немножко. Да-да. Но... Андрей пожалел всталека. И очень быстро не встал. Так что спасибо тебе. Мужики, что скажете про схватку Василия с Качалином? Ну, а что сказать... Вы помните, когда первый раз Василий был чемпионом России? Блин, мне кажется, мы еще не родились. Некоторые... 29 лет назад, я вам прямо говорю, это был 1995 год. А первый раз призером, когда он был чемпионом России. Не помните тоже, 31 год назад, в 1993 году в Санкт-Петербурге. Да, в настоящий момент это человек, который больше внимания уделяет медийности спорта. Но я могу сказать, что он бывал призером России 9 раз. И хотел выйти чемпионом мира, и боролся как Лев всегда. И выигрывал самых сильных. Поэтому я думаю, что Андрюха очень сильный парень. Он реально рекордсмен в подъеме на бицепс. У него хорошая кисть, он, в принципе, физически сильный. И он самое главное, что молодой. Василий показал и характер, и свои физические кондиции. А то, что в первых раундах уступил, мы не будем знать правды. Что это было? Либо Андрей реально выиграл его, либо он дал ему себя выиграть. Абсолютно все достают телефоны. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что делаете, Покоп? Да, дайте шобу! Поддержим! Привет вам! Мы даем тебе! О-о-о-о! Так нельзя! Да! О-о-о-о! Все отлично! О-о-о-о! В эфире! В эфире! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...